Доброе утро, дорогие друзья! Ранняя прогулка на свежем воздухе заряжает бодростью на весь день. Поверьте, а лучше проверьте. Ну а я, как всегда, встречаю день не одна, а звездной компанией. И на этот раз с народной артисткой России Татьяной Кравченко. Татьяна Эдуардовна, а вы вообще любите гулять на свежем воздухе? Вот, например, когда в выходной, удается вам сходить за грибами в лес? Нет, за грибами я не умею собирать грибы и не делаю этого. А гулять меня выводит моя собака. Так что я все вам очень хочу гулять. А если бы не собака, наверное, не ходила бы и не гуляла. Мне почему-то кажется, что в жизни вы такая же энергичная, веселая, как нашумевшая ваша героиня Валюха. Или я ошибаюсь? Нет, я доброжелательная, да, наверное. Но вот насчет энергии не такая. Она более энергичная. Ну, она более энергичная. Мы, кстати, начинаем снимать сейчас его продолжение. Ой, как вы обрадовали наших зрителей. Мы тоже обрадовались. Но это долгожданный для вас фильм «Сатэн». А почему? Да, мы соскучились по всему. Потому что мы там хорошо были, понимали друг друга, любили, ухаживали друг за другом. И роль мне это нравится. Я хочу посмотреть, что они там написали дальше. Что положить, Юлия, на ты? Ни в коем случае. Мы стараемся избегать и не есть тяжелую пищу. А что так? А-ха-ха! Надо рваться боитесь. А-ха-ха-ха! Слад! Рубани котлетку, а! У моей это фирменное блюдо! Актеры очень эмоциональные люди. А вы, говорят, влюбчивая. Фёдоров Добронов, нельзя было не влюбиться. Вот последняя моя любовь, так сказать, если говорить. Ну, он любит свою жену, он семьянин потрясающий. Это тоже добавляет ему. Я очень счастлива. Мы дружим. А с любовью покончено, хватит. Если у некоторых есть дела поважнее нашей внучки, то мы-то с тобой всегда время выкроем. В Минск вы приехали, естественно, не просто так. Вы сейчас снимаетесь в сериале Краснопольского. А вообще расскажите о вашей сегодняшней творческой жизни. Здесь у меня кинтайся. Кинтайся играю, да. Очень приятно, мне очень радостно. Работаю сейчас, заеду в Москву, мы им припризу выпустим. Спектатель такой называется «День космонавтики». Очень смешной. Вот. И, опять же, с сожалению, у меня ничего нет. Нет, тут только старые работы. А потом вот зимой начнем снимать в АТ-7. Главное, неплохие в этом году. Но работа, работа. А как вы любите отдыхать? Я же говорю, лежать, смотреть телевизор, читать книги. Да. И потом в баню ходить, в баню ходить, массаж делать в баню, плавать. А в перерывах между съемками, вот у нас в Минске, вам удалось где-нибудь погулять? Да, я была в аквапарке. Какой у вас аквапарк? Молодцы. Я такого не видел, на самом деле. Я бываю в аквапарке, просто замечательный. Идите, люди, там отдыхаешь. Вообще-то, прекрасно. Татьяна Эдуардовна, я очень рада, что вы уделили мне немного времени. Я понимаю, что сейчас вот как раз съемки фильма. Я вас должна отпускать. Пожалуйста, доброе утреннее пожелание нашим зрителям. Так, улыбку. Сразу не вскакивайте с постели, полежите. Представьте себе все свои органы. Поцелуйте их органы. Вот там сердце, поцелуйте мысленно сердце, поцелуйте желудок. Все поцелуйте. Потом спокойно, скажите, молитвы можно почитать очень даже утреннюю. Это помогает размяться. Облиться холодной водой, советую. Очень помогает. Запастись терпением. И принимать все, что этот день сегодня вам принесет, принимать все как благо. Рады нашему знакомству. Спасибо. Всего вам доброго. Хорошего дня.